Воскресенье повтор Черноморской телерадиокомпании Ну что же, я представлю гостей Сегодня моих У нас такая женская компания Вот Екатерина Полякова, журналист Рядом со мной Лена Юрченко, журналист Крымреалии, информационный ресурс И собственно так получилось Что вот волей судьбы Наверное Случилась наша встреча, потому что До этой встречи в июле Мы не знали друг, а друге ничего Не знали даже друг друга Что случилось в июле, да, это уже было Несколько месяцев тому назад, хотя лето Вроде бы и не отпускает нас Но на самом деле встретились мы В Польше Это была программа для украинских Журналистов, которых пригласили Для участия в этой программе, отбирали даже Со всех украинских регионов Ну и на самом деле Этот проект называется Свобода политической дискуссии Доступ к информации, поддержка независимых СМИ Крыма И Хельсинский фонд по правам человека Черноморская телерадиокомпания Крымсос Ахалар Центр гуманистических технологий Да И Павет Вилюнь Это уже Польская сторона Организовали такую программу Которая была рассчитана на 7 дней И нас Возили, нам показывали Не просто там столицу Польши, да А как раз вот деревни И очень много времени провели В маленьком городке Вилюнь И о наших впечатлениях На самом деле будем говорить О том, что мы узнали У меня к вам, девушки, вопрос такой Были ли вы до этого в Польше? Да, я была Это была четвертая моя поездка в Польшу В Варшаве я была до этого два раза Но на самом деле Эта поездка была намного круче всех остальных Потому что мы увидели Польшу изнутри И это очень важно Потому что раньше я ездила больше по программам Смотрела на столицу Смотрела на Краков Смотрела на большие города Как турист Как турист Или просто как участник образовательных программ Но увидеть страну Позволила мне эта программа Это было очень классно И очень запоминающе На самом деле На экранах мы видим И только дополню Что это как раз вот Все встречи, на которых мы были Группа журналистов Да, это вот такое Видеосопровождение Лен, ну на самом деле Ваши впечатления И вот до этого были в Польше И что с этой последней поездки Вот Нет, в Польше я не была Это был мой первый раз Я тоже Первый очень удачный И на самом деле То, что мы увидели Позволило влюбиться в эту страну И вот Ридна Вилюнщина наша Теперь, да, стала Вот маленькие города Вот все эти районы Люди простые То, что позволили нам показать Это не для туриста Нам открыли душу Польши Сердце Польши И это такой подарок Который нам подарили Который поможет нам Я думаю Лучше понять эту страну И, конечно, лучше понять Саму идею самоуправления То есть то, зачем мы ехали Это было потрясающе Как все представили На базе города Вилюнь Потому что я как бы сам Из маленького городка Но вот такого же формата И приблизительно С таким же количеством населения Когда за счет вот этого Вот этой идеи Реализовались новые проекты Также сами подтянули сюда села И сделали этот город И прилегающие территории Можно как сказать Ну, туристическим местом И, соответственно Что люди смогли на этом Построить свой бизнес И привлечь сюда туристов Ну, как бы и зарабатывать на этом И развивать свою территорию Лично для себя Вот мне действительно интересно И это, я считаю Это колоссальный опыт Когда все решается Вот на уровне гмины Громады вот этой вот Это как раз то, что сейчас Как бы движется у нас Украина В эту сторону И люди не знают информации Об этих объединениях И что для чего это делается В Польше я не впервые Я была на всяких Таких молодежных больше программах И тоже больше как турист Но эта поездка совсем другая Потому что, во-первых, конечно В такие маленькие городочки Ты никогда не заезжаешь А во-вторых, у тебя нет возможности Посмотреть вот прям Как все функционирует В таких деталях Я думаю, что это можно В первую очередь будет использовать Как создание бенчмарка То есть это в первую очередь Платформа для того, чтобы отталкиваться И сравнивать то, что происходит в Украине И то, как это может быть И то, как должно быть Я не был в Польше 10 лет Мне было интересно оценить Как изменилась страна За эти 10 лет И надеюсь, это поможет мне Осознать то, что сейчас происходит В Украине И показать читателям Куда нам следует двигаться И в каком направлении идти Шокировала вера в людей В самоврядувание Они просто фанатично поклоняются Своим правам И участвуют не все, конечно Но участвуют в этих процессах И следят за этим Это плюс открытость Конечно, я надеюсь Что наш закон О публичных финансах Который начнет действовать Вот уже скоро Будет так же эффективен, как здесь Я не знаю, какие у вас были Может быть, вы помните еще свои эмоции Вот у меня, наверное, первый день Когда нам это все показывали Нас увезли в глубинку 30 тысяч или 30 с хвостиком населения 27 тысяч вели Население Городок небольшой Я сравниваю с украинскими городками Вот такого типа Ну, что сказать? Как сравнивать? Потому что Велинь Это чистый, абсолютно цивилизованный город Но все как из фильма Да, абсолютно Не было никакого такого разочарования Что вот действительно мы отстаем И на десятилетия На самом деле было Я когда вернулась в Украину По воле судьбы работаю с общинами В Украине с громадами Но очень-очень большая разница И на самом деле Я приехала И была такая достаточно Достаточно сложно было адаптироваться Потому что Будучи в Польше раньше Я всегда думала о том Что Украина очень близко Украина сможет В ближайшее время Приблизиться к тому Что происходит в Польше Но когда я побывала В маленьких городках В селах В которых шикарные школы В которых в Киеве Наверное, нет таких Как там Я поняла, что дело Наверное, не в геополитической ситуации В восприятии людьми демократии И того, что они подразумевают Под самым управлением Потому что мне очень понравилась фраза Которую сказал Экс-глава конституционного суда Это наша первая встреча в Варшаве Первая встреча вообще за эту поездку Он говорил о том Что демократия Это когда большинство Способно принимать эффективные решения У нас же демократия Чаще смешивается с каким-то понятием Достаточно специфическим То есть когда человек может все И он не знает своих прав Не знает своих обязанностей Он делает все, что хочет Это большая проблема В восприятии украинцев И я считаю, что из-за этого У нас очень много проблем В этой сфере Нет, у меня впечатления От этого города И от всех других Больше были со знаком плюс Это надежда Это вдохновение Я увидела, что могут люди То есть самоуправление В первую очередь Это действительно власть людей Их ответственность И возможности для них И то, что нам показали Единственное Есть Был и остается Страх того Готовы ли мы К такой Глобальной ответственности Которая подразумевает под собой Местное самоуправление Но я думаю, что Готовы Да, потому что Это не просто означает Что деньги в бюджете Остаются вот В городке В Польше В Гмине И это нужно еще уметь Правильно распорядиться Потому что Если деньги пойдут не туда Или что-то случится не так Или кредит Гмина не выплатит Это как в Польше происходит Это большие проблемы И никто Мы тут руку Европы ждем Руку Запада Помощи с финансами А там уже такого нет Все на своих плечах Ну вот мы очень хотели Включить по скайпу Но графики не совпали Нашего такого предводителя В этом путешествии Это Зенон Колодзей Начальник отдела Образования, культуры, спорта и туризма Старство Паветова В Вилюне Он Конечно Это вот Пример Человека Который За Всю свою жизнь Наверное Осознанную Он хотел Чтобы Польша Пришла к чему-то лучшему Он говорит о том Что многое удалось Но были допущены ошибки Он Вот болеет за то Чтобы Все Все работало правильно Чтобы люди были Граждане Да Поляки Активнее И вот Интервью Которое мы записали Там В Польше С Зеноном Давайте посмотрим Я помню Как мы в Польше Начинали Все эти изменения Реформы Децентрализовали Систему Центральной администрации И строили Структуры Местных властей Развивали то Что Мы В данное время Определяли Как гражданское Общество Сейчас Мы планируем Участвуем В реализации Разных программ Направленных На распространение Этих идей На то Чтобы передать Наш опыт Другим коллегам В других Странах В других регионах Мы В последнее время Мы участвуем Которые Касаются Касаются Нашей Жизни Профессиональных Каких-то Видов Реализованных Задач Решенных Проблем Мы хотим Как бы я Вот С реформированием С тем Что во власти Происходит Или все-таки Есть Может быть Опять-таки Разочарование Потому что Вот Зенн рассказывает Кто пришел К власти У них 25 лет тому Назад Да Мы там дальше Еще услышим В следующих интервью Что диссиденты Что люди Которые Действительно Вот Положили Все свое время Да Старались Для того Чтобы поменять Видите ли вы В украинской политике Таких людей Которые Готовы Вот Невзирая На свои интересы Отдать Свое время Свою жизнь Посвятить Настоящим Реформам В Украине Я Людей Таких Вижу Мало И я хочу Сказать Что На мой взгляд И Поездка в Польшу Я думаю Это Только Подтвердила Мое впечатление Мало быть Человеком Который Хочет Изменений Нужно Еще Быть Человеком Который Прекрасно Понимает Как будут Происходить Эти изменения У нас К сожалению Популистов Много Да У нас Появились Какие-то Очень Ярко Загорающиеся Звездочки Волонтеры Какие-то Очень Интересные Яркие Личности Но Попадая Туда Вот В это Скопище Чиновников Зубров Монстров Видимо Они теряются Видимо Они Их Перемалывает Система Я не знаю Какие должны Быть Эти люди Но явно Немножечко Не те Которые Сейчас Сидят В парламенте Это Должны Быть Большие Профессионалы На мой Взгляд Ну вот О том Как работает Местное Самоуправление Нам удалось Пообщаться Это было Очень просто С бурминистром Города Вельюнь Это Павел Акраса И мы его поймали Просто увидели Встретили на улице Без Всяких писем От журналистов С разрешением Взять у вас интервью И заранее подготовленных Вопросов Мы с ним пообщались Несколько минут А вот Пожалуйста Результат Этого общения Самая важная проблема Это противодействие Безработице В Вельюнь И в связи с тем Чтобы люди Особенно молодежь Чтобы она не выезжала За границу Поэтому они стараются Сделать так Чтобы предприятия Здесь открывались новые И чтобы были Новые рабочие места Безработица Это около 12% Прежде всего Это касается Молодых людей Поэтому очень важно Сделать так Чтобы молодежь Не выезжала Что касается Механизмов Прежде всего Это такие механизмы Как урбанистика И планирование Городское планирование То есть Важно сделать так Чтобы были готовые планы Чтобы после того Как было принято Решение Например Инвестора Что он хочет Здесь инвестировать Чтобы он В очень короткий срок Мог уже приступить Например К строительству Второй момент Это конечно же Налоговые механизмы Речь идет о местных налогах И это тоже деньги Поэтому для предпринимателей Разрабатываются Тоже налоговые Послабления Ну и третий механизм Мы тоже хотим Показать Что Вилюнь Это не только место Где можно инвестировать И вести бизнес Но это тоже хорошее место Для того Чтобы просто жить Если она абсолютно согласна По поводу профессионализма И я считаю Что большой позитивный шаг Который сделала Украина К реформированию Это то Что появились люди Готовые контролировать власть Без контроля власти У нас вряд ли что-то получится Люди, которые готовы контролировать власть Это не значит Что это какие-то политические оппозиции Или что-то еще Нет, это просто Простые граждане Которые готовы Брать на себя ответственность Смотреть Что происходит Писать об этом Пускай это будет фейсбук Пускай это будет блог Но это люди Которые ставят маячки По которым можно ориентироваться Что происходит И это не только Средства массовой информации Хотя очень важная здесь роль Безусловно Но люди Которым не безразлична Судьба Украины Которым не безразлична Гражданское общество Которые хотят Каких-то изменений Мне в этом контексте Хочется вспомнить Пример Который нам рассказывали О польской полиции О том Что когда у них Происходила эта реформа Очень похожая На ту реформу Которая происходит Сейчас в Украине Они оставили Большую часть полицейских Которые прошли Переаттестацию Но через 5 лет После того Как была Новая система Установлена В полиции Почти 60% Старых полицейских Так называемых Ушли Сами по себе Потому что Они не смогли Работать в тех Новых условиях Которые им создали Они не могли Брать взятки Им сложнее было Работать Они должны были Придерживаться Прав человека И я надеюсь Что у нас Работает что-то подобное То есть Людям Которые у власти Нужно создавать Такие условия Чтобы им это было Не выгодно Чтобы им не было Выгодно Быть олигархами У власти Они могут Заниматься бизнесом Они могут Заниматься Своими личными делами Но Власть Должна принадлежать Не олигархам А людям Которые действительно Являются профессионалами Которые готовы Что-то делать И опять-таки Опыт Польши Показывает Что политические Партии Остаются актуальными То есть Не может быть Демократией Без политических партий Но при этом Они ограничивают Права олигархов В этих партиях И это Очень важный момент Который украинцы Еще пока не поняли Они действительно Верят популистам Они слушают популистов И голосуют за лицо А нужно голосовать За тех Кто что-то может сделать Хотя бы читать программу Перед тем Как ты идешь на выборы Как Как этому научиться Я не знаю Как этому научиться Но Я сейчас подумала Вот о чем Когда мы были В городе Колоновске Перед нами выступал Бурмистер И он так много говорил О лесах Которые окружают Его город И о птицах Которые там живут Сначала Для нас Для многих Я смотрела на коллег Это было удивительно То есть Мы приехали за другим А получали птиц Сначала И мы сидели В очень маленьком здании Которое занимало То ли пять То ли шесть Вот этих вот Гражданских И государственных Институций Там был и бурмистр Там были и какие-то Социальные службы И по-моему Полицейский какой-то Да Маленький департамент Было крошечное Двухэтажное здание И вы знаете Я думаю Что если взять Каких-то наших Бурмистров Которые сидят В огромных Четырех Пятиэтажных Комплексах Еще советских времен И говорят Исключительно О себе О своих достижениях Мы не увидим Изменений До тех пор Пока они не начнут Сидеть В двухэтажных Домах И говорить О птицах И о лесах Которые окружают То есть Он говорил о том Что действительно Важно для его гмины И это было удивительно Но Нам этому Этому учиться Учиться еще Вот Говорят же Что власть Это такое отражение народа Что откуда же Они пришли Из народа Вот Сколько у нас Этих людей Которые думают О природе О птицах О своей земле О том Как сделать Лучше Комфортнее жизни И для всех местных Жителей Для себя Наверное В первую очередь Чтобы улицы были чистыми Чтобы дороги были Без этих ям страшных Чтобы было приятно Из других стран Или городов Приезжать сюда Туристам И комфортно себя чувствовать У нас есть Такие Но ведь думать недостаточно Нужно делать Это очень важный аспект На самом деле При всех реформ Которые происходят Опять-таки Возвращаясь К опыту Польши И к опыту Работы в гминах Хочется вспомнить Прекрасный пример Того Как люди решают Что им делать С бюджетом Люди приходят В совет И предлагают Свою идею Все в их руках Они должны Собрать подписи И только В том случае Если они собирают Достаточное количество Подписи Они могут получить Финансирование Но для этого Нужно Пройти определенные этапы Привлечь людей Заинтересовать И чтобы они Проголосовали в итоге На референдуме За то решение Которое ты продвигаешь Нам же рассказывали Простые примеры Например Жители решили Что здесь тротуар Слишком узкий Нужно его Сделать шире Они собирают Подписи Выносят этот вопрос Как это называется На референдум То есть если все Жители Гмин Голосуют Значит Из бюджета Финансирование На это А если Не предусмотрено Это денег Даже дополнительно Налоги То есть люди Могут проголосовать За то Чтобы дополнительно Платить за Какой-то аспект Хотя они шире тротуар Денег на это Нет Они могут Новый налог Создать Который они платят В течение года Двух-трех В зависимости от проекта И таким образом Собрать нужные деньги Необходимые деньги Для того чтобы Реализовать свой проект Хотя опять-таки Интересный факт Что на такие референдумы Ходит в среднем 30% населения Но они есть Эти 30% И им не безразлично Если человека устраивает То как он живет И то что за него Принимают решения Большинство Следовательно Его это устраивает Но очень хорошая система Которая позволяет Действительно делать То что нужно гражданам А не то что считает Нужным делать власть И при этом Ну на самом деле У нас Детские площадки Какой-то фонтан В городе Очень интересная история В Борисполе Где я росла и училась Там Ко дню города В сентябре Открыли Торжественно На центральной площади Фонтан Но сказали Что денег на то Чтобы туда воду запустить Пока нет Ну вот Фонтан долго Очень строили Построили Вот откуда оно у нас Все берется Непонятно Да Из бюджета Деньги Мы даже в этом Не разбираемся Спонсоры Это какие-то Да Вот Что говорил тоже Зенек Да И остальные Что все-таки Недостаточная активность У поляков Они 30% Да Кать Уходят на референдум Не сильно активно Получается А что В Украине надо Чтобы все 90% Ходили на выборы Постоянно Как-то читали программы Партии Выходили на Какие-то Протесты Может быть Против местных Каких-то решений Местной власти Или достаточно Вот такую Какую-то Пассионарную часть Вот общества Да Там сколько-то 10% Которая будет Продвигать эти решения Я думаю Что 100% Явки Мы не получим Никогда Ее получали Только регионалы Со своими Накрутками голосов Она и не нужна В любом обществе Более зрелом Менее зрелом Есть люди Которые Остаются Сзади Есть люди Которые Двигают Жизнь Скажем так Вперед Что мы можем Делать Мы можем Популяризировать Идеи местного Самоуправления Мы можем На пальцах Людям Показать И рассказать Как им это Выгодно То есть В первую очередь Это ведь Действительно Выгодно И Главное Правильно Дать им Это понять Потому что Если например Молодежь И люди Скажем так Среднего возраста Станет Кегегей Нам понравилась Идея Мы можем Это себе Позволить И по времени И по настроению И по энергии И по ресурсам Да Они это могут Себе позволить Более зрелые люди Они традиционалы Они боятся Они не верят Или верят Не тем Что тоже К сожалению Есть И может быть Опасно Скажем так Правда В нашей стране Где еще Так все Шатковато Но Давайте посмотрим На деревни В Польше И какие там Школы Боже ты мой Какие же там Прекрасные школы Ведь если Показать Даже нашим Старикам Что школы Для их внуков Это в их руках Главное Правильно Выбирать Власть Главное Правильно Распоряжаться Деньгами Сообщества И они могут Это сделать Я думаю Что если Показать Это вот так На пальцах Это ведь школы Это ведь больницы Это те же дороги По которым Можно проехать С каким-то воском Понимаете Это все будет Но для этого Надо время Лена Оптимист Мне так это нравится Но мы вспоминали О полиции Вот Славомир Цибульский Он Читал лекции Общались тоже с ним Это первый день Это в Варшаве Было Он Эксперт Хельсского фонда По правам человека И полковник полиции В отставке Ваши впечатления Хорошие формы Я видел снимки Новых полицейских Девушки тоже Молодые Хорошие Молодые парни Формы Отличные Но как они будут работать Я не знаю Сколько нам нужно времени Тоже 25 лет и больше Или в нынешних реалиях Я думаю Я думаю Это сильно зависит от политической воли Этих Которые эту реформу Вели И будут следить за ней Если у них будет Сильная политическая воля Чтобы Поменять Это Но Сильно Так это может пройти быстро Но если это будет Проходить так халатно Это может Не принести Ожиданных Эфектов Но есть несколько факторов Я думаю Подбор кадров Новых кадров Это важно Чтобы брать на работу Люди С каким моральным Качеством Высоким Забразованием Это во-первых В Польше Это проходит Примерно на конкурсной основе На одно место Есть несколько Человек Которые бы хотели Работать А берут только одного По конкурсу Того Который Паучил Пабольше Балов У которого Хорошие знания Отношения То что важно Примерно в Польше В рамках этого конкурса Есть этап В котором Психологи Высказывают Насчет его черт Важных Для работы Полиции И много Люди Желающих Не попадают Только потому Что у них Нет этих Качественных Черт Важных Для работы Полиции Это во-первых Подбор Важный Потом Хорошая Подготовка Профессиональная Значили Обучение Потом Контроль За работой То что Мы говорили Внешний Контроль Общественный Контроль Надзор Над работой Мы говорим Это развитие Демократические Страны Государства Это Надо смотреть С разных Точек Звезды И делать Эти реформы Вместе А не По очереди Конечно Полиция Это один Из важных Элементов Полиция Прокуратуры Дел Премьер Премьер Министром Были люди Которые Раньше Были Очень Плохо Полиция С ними Обращалась Сидели В тюрьме Это бывшие Десиденты Так Нажим У них Был Очень Сильный На то Чтобы Быстро Поменять Это В положительную Сторон А через Сколько Результат Мы должны Вот Какие Важные Вещи Сказал Лен До того Как Закончилось Это Видео Что Вы Сказали Почему Так Хорошо В Польше Проходила Реформа Полиции Потому Что И Премьер И То есть Первые Лица Правительства Польши В те Годы Это Были Люди С которыми Полиция Обращалась Режима И Это Важно Потому Что Это То Чего Не Хватает Сейчас Украине Какие Люди Не Стояли У Власти У Них Скажем Так Было Все Хорошо У Них Было И Тогда Все Хорошо У Них И Сейчас Все Хорошо И Это Мешает Им Посмотреть Критически На Существующую Систему Да И На самом деле Получается Так Что Славомир Вот Еще Сказал Должен Быть Комплекс Реформ А у Нас Вот За Полтора Года Ну Почти За Полтора Года Единственное Такое Вот Да Хоть Что-то Случилось Полиция Появилась И Все Просто Вау Класс А сейчас Уже Приходит Какое-то Понимание А зачем Они А что Они Делают А почему Ничего Не делают Почему Они только Ездят У вас Нет Ощущения Что В Украине Не реформа Настоящая А на самом деле Из-за того Что нет Понимания О чем Говорите То По-настоящему Ничего Не происходит На самом деле Полицейские Вышли на улицу Патрулировать А не было Закона о полиции О чем Можно дальше Говорить То есть Изначально Когда их готовили Когда готовили Программы По которым Они будут Работать Не было Окончательного Видения Того Чем они Будут Заниматься И они Шли Туда Тоже С таким Достаточно Сумбурным Пониманием Оказалось Что Полиция Та Которая Сейчас У нас Есть Это По сути Обычная Патрульная Обычная Служба Патрульно-постовая Бывшая Которая Имеет Очень Небольшой Спектр Своей Деятельности И сейчас Запускается Эта вся Реформа В других Городах Но Но Все Так Зыбко И так Все Сложно Потому что Чины Выше Остаются Такими Жи И Все Остальные Системы Наш Да Они Конечно Предусматриваются В дальнейшем Но Комплексного Видения Комплексного Понимания Нет И Тоже Славомир Говорил Очень важные Вещи О том Что Полицейский В первую очередь Должен понимать Какие Его Рамки Ответственности Он Говорил О том Что Самое Важное Донести Полицейскому Что Он Не Должен Делать С Человеком Права Человека Это Основное Сейчас В программе Они Все Равно Ориентированы Больше На Закон Нежели На Права Человека И Еще Один Важный Момент О том Что Все Таки В Польше Подготовка Полиции Значительно Дольше Чем У нас Наш Показатель Наши Несколько Месяцев Это Самый Низкий Показатель В Европе По Подготовке Хотя Казалось Наша Система Требует Больших Вложений Больших Сил Да Я понимаю Что Хотели Сделать Отношение Какое Там На Первом Месте У Полиции Мы Там Общались Мы Были В Велине В полицейском Участке Там Даже Если Задержали На Какое То Время Человека Кетеринг Обеды Что Завтраки Ужины Привозит Получается Так Что Там Еще Не доказано Что Преступник Но В принципе У Каждого Человека Есть Возможность Потом Еще Оправдаться Доказать Свою Условиях Которые У нас Зачастую Так Это Происходит Что Нам Нужно Пройти Для Того Чтобы И у Нас Человеческое Отношение Нормальное Было Даже К людям Которые Переступили Через Букву Закона Во Первых Я Хочу Вспомнить О Плакате Который Висел В Полицейском Управлении Я Дословно Не Перескажу Что Там Было Написано Но Сама Суть Она Потрясла Меня До Глубины Души Хотя Казалось Быть Элементарная Вещь Но Это Были Слова Написанные В Нужном Месте Скажем Так Там Говорилось О том Что Каждый Человек Рождается С Правом Уважения К нему Но Лишь Полицейские Должны Это Право Заслужить И Это Так Важно И Это Так Трогательно Это Напоминание Которое Висело В Зале Полицейского Управления Я Хочу Сказать Что Очень Приятно Обсуждать Киевскую Полицию Они Милые Они Уважают Людей По крайней мере Те Кого Я Встречала С Ними Очень Приятно Фотографироваться Я Не Спорю Вот Но Киев Это Ведь Не Вся Украина А Патрульные Это Не Вся Силовая Система И Когда Человек Попадает В Беду Он Не Всегда Сталкивается С Красивыми Копами Понимаете Чаще Всего Он Сталкивается С Пережитками С Остатками Той Системы От Которой Мы Пытаемся Уйти И Это Страшно Потому Что Даже Если Человек В Обычной Жизни Сейчас Очень Уязвим Кризис Война Оккупированная Территория Да То Когда Случается Беда Человек Становится Уязвим Совсем И Вот Тогда Он Видит То Что Не Должен Увидеть Уже В нашей Стране И Вот Здесь Проявляется Вся Несостоятельность Тех Реформ Которые Декларирует Нынешняя Власть Как Не Жаль Потому Что Еще раз Повторюсь Киев Это Не Вся Украина И Мы Должны Думать Обо Всех Людях В самой Последней Деревеньке Чтобы Там Было Хорошо Так же Как В Киеве Я Вот Помню Нашу Встречу В Велине С комендантом Полиции И Такой Задала Вопрос На который Он странно Отреагировал По моему Мнению Вот Насчет Зарплат Да Потому Что У нас Полиция Появилась Сделали Им Там От 8000 Зарплаты И Значит Это Престижно И Когда Я Спросила Залогом Является Ли Я уже Не помню Как Сформулировала Да Ну вот Большая Зарплата Значит Качественно Будет Исполнять Свою Работу Полицейский Но Он Рассмеялся Потому Что Ни В деньгах Ни В суммах Ни В зарплатах Не в этом Суть То есть Что-то Должно Поменяться В первую Очередь Здесь А Потом Уже Это Будет Как-то Отображаться У них Кстати Стартовая Зарплата 2000 Злотых Даже Чуть Меньше Даже Чуть Меньше Это Примерно 10-12 Тысяч Гривен Для них Это Немного Там Конечно Дороже Цены Все Дороже Гораздо Поэтому Для них Это Наверное Как для Нас 5000 Гривен Вот Вот Что Вас Потрясло Меня Потрясло То Что Для меня Вообще Было Огромным Удивлением То Что Полиции Доверяют Больше Чем Католической Церкви То Есть Показатель 70% Доверия Населения Это Просто Невероятно Учитывая Что Польша На самом деле Католическая Страна В которой Церкви Отведено Огромное Место И Когда Полиция Конкурирует С церковью В католическом Государстве Это На самом деле Не может Не удивлять Для меня Это Было Действительно Таким Значимым Моментом Потому что Люди Оказывается Могут Доверять Полиции Они Могут Говорить О том Что Полиция Работает Хорошо И Постоянный Гражданский Контроль Это Очень Важно То есть Нам говорили О том Что Людей Постоянно Опрашивают И Полиция Каждый Год Делает Отчеты Местному Самоуправлению О своей Работе И Коменданта В Маленьком Городке Или Городке Побольше В Гмине Могут Снять Абсолютно Не Объясняя Ему Причин То есть Он Может Просто Не Справляться Со Своими Обязанностями Еще Важный Момент В том Что Гмина Являясь Маленькой Частью Достаточно Общества Ведь Средняя Населенность Сел 500-600 Людей Нам Говорили Гмина Может Быть Полторы Тысячи Две Тысячи Человек И Каждый Член Гмины Знает Кто Есть Комендант Как Он Живет Чем Он Живет На Чем Он Ездит Что Он Ест И Это Позволяет Людям Контролировать Все Что Происходит Вокруг Если Они Подозревают Что Неладное Они Могут Пойти И Сказать Об Этому И Это Нормальная Практика Когда Комендант Выходит За Границы Того Что Ему Разрешено Когда У него Появляется Дорогая Машина Это Вызывает Подозрения И Вызывает Вопросы У Гмины Вот Почему Доверие Есть Да Потому Что Они Видят А Еще Меня Потряс Такой Момент Что В Польше Нет Высоких Заборов Это Да Мы Ехали По Этим Селам И Все Видно Что У людей Происходит И Все Аккуратно Все Аккуратно Да И Это Важный Момент Я считаю Потому Что Невозможно Вспомнить Город Колоновский Где Есть Два Языка Немецкий И Польский Что Это Значает Это Значает Что Можно Обратиться В суд Или В горсовет Написать Какое-то Заявление И Если Вы Немец Знаете Польский Язык Но Вам Приятнее На своем Родном Написать Заявление И общаться В суде Например Потом То Вы можете Это Сделать Без проблем Там Таблички Просто На двух Языках И Собственно Это Все Очень Просто Хотя И Этот Закон Он Принимался Для Него Скажем Так Должно Было Пройти Какое-то Определенное Время Для Того Чтобы С Таким Холодным Умом И Негорячим Сердцем Его Принять Чтобы Все Поняли Что Это Для Чего-то Нужно Два Языка Для Чего-то Нужно И Это Не Разделяет Жителей Колоновский Мы Кондрат Вацлавчик Вот Дальше Фрагмент Интервью Закон Был Принят В 2005 Году Этот Закон Дает Некоторые Гарантии Меньшинства Прежде Всего Это Гарантия Что В Тех Местности Где Это Более 25 Процентов 20 Процентов Людей То Возможность И 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 Дополнительного Языка Дело Производства Второй Момент Тоже Что В Этих Местностях Можно Использовать Локальные Названия Так Как Если Мы Едем Например Здесь В Боеводстве О Польском То Это На Немецком Языке То Вся Местность Называется На Языке Меньшинства Говорим На Территорию Польского О Немецком Меньшинстве Но В Польше Есть Другие Меньшинства И Там Где Они Живут Конечно Используется Тоже Язык Того Конкретного Меньшинства Есть Реестр Гмин В Которых Используется Дополнительный Язык Это Можно Посмотреть На Разных Частях Польши Или Из Разных Сторонах Польши То Используются Тоже Разные Языки Опять Таки Что Должно Поменяться Здесь Лен Что Потрясло Совсем Я Еще Не Разобралась До Конца С Этой Мыслью Она Настолько Глубокая И Актуальная Сейчас Когда Мы Были В Городке Колоновский Это Город Где Два Языка Официальная В Польше Там Рассказали Очень Интересную Историю О том Какие Взаимоотношения Между Немцами И поляками То есть Это Была Пограничная Территория Эти земли Отходили От Германии К Польше После Великой Отечественной Войны Это Не самое Хорошее Время Скажем Так Для всех Стран Которые Там Были И для Всех Людей Которые Там Проживали И Были Моменты Которые Были Когда Людей Выселяли Из своих Домов И На их место Привозили Заселяли Других Людей Это Конечно Большая Трагедия Как Страны Так И Каждой Семьи Которые Там Были Как Удивительно Мудро Они Смогли Пройти Через Этот Страшный Период И Как Бы Я Хотела Чтобы Мы Научились Этому Пока Это Нам Недоступно Но И Не Должно Быть К Мы Переживаем Очень Острый Период Кризиса Войны Окупации Но Я бы Хотела Чтобы Со временем Появились Какие-то Программы Которые Помогли Нам Лучше Понять Друг Друга Внутри Страны Для Того Чтобы Не Было Ненависти Не Было Обид Не Было Злости А Была Была Мудрость И Чем Есть Эфирного Времени Сегодня Но На самом Деле Думаю Что мы К этой теме Будем Возвращаться Потому Что Это То На чем Мы Еще Думаем Мы Еще Сравниваем Мы Еще Вспоминаем Как Это В Польше Была Очень полезная Поездка За что Безусловно Организаторам Спасибо Лена Юрченко Катерина Полякова В нашей Студии И Не Переключайте Вы же Видите Что Мы Говорим Об очень Интересных Таких Темах Такие Интересные Истории И впечатления В нашей Студии Журналистки Которых Иногда Не передать Но на самом Деле Это полученный Опыт Из этой Поездки Который Мы Захотели Рассказать Вам Оставайтесь С нами Дальше Будет Немало Интересного Продолжение следует